Агитационный период в преддверии выборов в парламент и местные советы начнется 31 января. Бесплатно кандидаты в депутаты Палаты представителей смогут разместить свои предвыборные программы в печатных семей, выступить по ТВ, радио, принять участие в теледебатах. Кроме того, они вправе создавать собственные избирательные фонды и финансировать за счет этих средств любую незапрещенную законом агитационную деятельность. Госавтоинспекция призывает к предельной внимательности и осторожности на дорогах. Из-за мокрого дождя и снега, возможно, гололедится. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать резких манёвров. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что все машины остановились. Беларусь занимает первое место в Европе по показателям IQ населения свыше 101,5. Коэффициент интеллекта определяется по результату ряда тестов, охватывающих восприятие, анализ информации об окружающей действительности, внимание, память и речь человека. Согласно списку, опубликованному статистической организацией World Population Review, около 68% людей имеют IQ в диапазоне от 85 до 115. Самые высокие и средние показатели в мире у японцев. В Бобруйске пройдет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные персонажи будут ждать жителей и гостей города 16 декабря в субботу в 16.00 на Социалистической. От театра драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича «Волшебная колонна» отправится на Максима Горького и финиширует на площади Ленина, где в 17.15 в торжественной обстановке зажгутся огни на главной елке. В Бобруйске 14 декабря стартует предновогодняя ярмарка. Располагаться она будет у главной елки в центре города и продлится по 14 января. Все желающие смогут закупиться с 11 до 9 часов вечера. Ассортимент порадует разнообразием – продукты питания, горячие напитки, детские игрушки и сувениры на любой вкус.